Здрасте. Всем добрый день. Вечер скорее уже. После обеда на всех мероприятиях зал редеет. Так получается. Я правильно понимаю, что я последний, да? Нет. Не последний, да? Хотел украсть больше времени. Еще четыре доклада. Да. Меня зовут Антон Еликов. Я являюсь коммерческим директором и основателем компании Мерката. Не столь важно, что мы делаем, хотя мы в целом стараемся помочь малому бизнесу, ведущему розничный бизнес, в первую очередь оффлайновый. Я последние 12 лет занимаюсь продажами. В основном чего-то софтверного и того, что покупают крупные компании или мелкие компании. Но то, что нельзя пощупать. И за это время накопилось достаточно много интересного опыта, хотя я никогда не считал себя каким-то экспертом в продажах. Я наоборот всегда приходил на какие-то мероприятия и слушал о крутые кейсы, какие-то что-то полезное для себя. Но вот тут коллеги ко мне обратились с вопросом, не хочу ли я поделиться своим опытом. И в общем я подумал и попытался сформулировать те ключевые тезисы, те кейсы, которые мне помогают в продажах незримого, того, что нельзя пощупать. И несмотря на то, что обычно в презентациях основная тема раскрывается где-то к концу, я ее раскрою в самом начале. Итак, как же предложение может порождать спрос? Есть вот такая чудесная фраза. Знаете, от кого она? Идеи. Да, есть мнение, что это фраза от Генри Форда, который сказал, что ему бы пришлось кормить лошадь анаболиками, чтобы она была быстрее, выносливее. Но он сделал машину. Есть вот тоже классный парень, все используют какие-то программные продукты от него. В 2002 году они сделали планшет. Я думаю, что вы не видели этот планшет. Вряд ли найдется человек в зале, который видел этот планшет. Вроде бы как мобильное решение, удобное, тачскрин, все круто, но почему-то не взлетело. Тоже есть предложение. Ну, то есть рынок этого не хотел. Да, есть предложение, но оно не родило спрос. Мы знаем, что потом появилось предложение, точно такое же, с небольшим нюансом, которое спрос родило. Так в чем же принципиальная разница между Генри Фордом и неудачей уважаемого одного из самых богатых людей мира, Билла Гейтса? По моему мнению, оно не обязательно является догмой. Причина вот в чем. Область знаний наших с вами, она очень маленькая. Вот такой вот желтенький кружок. Ну, то, что мы изучали в школе, в институте, не знаю, там загуглили вчера, посмотрели в Ютубе или еще где-то. Помимо этого, у нас есть область знаний чуть побольше. Это наше знание. Ну, вот я не знаю, например, точную формулировку теоремы фирма. Но я точно знаю, что я могу сейчас зайти в Google, там, вбить какие-то фразы нужные и получить ответ практически на любой свой вопрос. Но ключевая проблема заключается в том, что есть такая вот очень большая зона. Она сюда на этот слайд бы не влезла, поэтому пунктирчиком. Я не знаю то, чего я не знаю. Я как покупатель, когда я был во времена Генри Форда, видел только лошадь. Я вообще понятия не имел, что есть машина и что она может ездить далеко, быстро. У меня не было идеи. Я не мог ее желать. Мое желание было что-то быстрее куда-то перенести. И вот эта область, найдя ответ на то, как же сформулировать свое предложение, коммерческое предложение, не знаю, предложение руки и сердца, если для кого-то это будет актуально, это то предложение, которое и порождает спрос. Есть такая вот особенность у человеческого мозга. Когда я что-то хочу, все же, наверное, сталкивались с ситуацией, что бы сегодня поделать вечером? В кафе сходить, в ресторан, в кино или чем-то, книжку почитать какую-то интересную. Потребность человека, она очень неопределённа. То есть я как покупатель потенциальный чего-то, я не знаю, чего я точно хочу. И предложение, которое рождает спрос, это то предложение, которое добавляет немножечко, вот чуть-чуть специй, оно добавляет конкретики в то, что я хочу. Я вижу какую-то рекламу, и я понимаю, ой, я это хочу, хотя только что я этого не хотел. Или я встречаюсь с каким-то человеком, он мне говорит, послушай, есть вот такое отличное решение, и оно поможет тебе решить такую проблему. И я понимаю, о, а проблема-то действительно есть, или решение действительно мне чем-то помогает. Но это всё теория, а хочется практики, таких жизненных историй. И у меня есть одна, нет, у меня есть две истории. Первая из них про коврик. Автомобилистов много ведь в зале, да? Помню, был вопрос от предыдущего докладчика. Наверное, много, да? Ну, я, по крайней мере, автомобилист. И у меня есть машина, в которой есть коврики. Нормальные такие ворсовые коврики, которые мне помогают, в общем, избавиться от проблем с грязью. Я езжу на мойку, мне их моют. Я снова езжу, они снова пачкаются, я их снова мою. В общем, всё хорошо. И по логике вещей мне коврик не нужен. Ну, то есть мне вообще не нужен вот этот товар, потому что он у меня уже есть. Но как-то так случилось весной, какое-то время назад, в инстаграме, в ленте, я натыкаюсь на рекламу вот таких вот ковров. Простые коврики, материал такой невзрачный, непонятный. Но там был очень правильный посыл, который говорит, что даже если грязно, то вот эта грязь вся провалится в ячейке в этом коврике. И ботинки останутся чистыми. Ну, то есть ты заходишь в машину, даже если в ней не сильно чисто, то обувь останется чистой. А мы же помним, да, что мы живем в городе, который пару лет назад прозвали Грязьбургом. Ну, в общем, у нас это прям актуальная проблема. Поэтому, когда я увидел эти коврики, увидел месседж от продавца этих ковриков, я пошел их купил. У меня были коврики, я купил еще одни, более лучшие. Это то предложение, которое породило спрос, хотя спроса в общем и целом не возникало. Есть еще одна личная история из текущей моей деятельности. Как я уже говорил, мы в компании занимаемся тем, что разрабатываем решения для малого розничного бизнеса. Это умные кассы. И проблема заключается в том, что есть на рынке еще куча неумных касс. Вот. И в чем отличие умных касс от неумных касс, предпринимателю массовому, а их 700 тысяч в России, объяснить крайне сложно. И при этом он еще должен чуть дороже заплатить, чем конкуренты. Странное, да, предложение? Поэтому мы не разговариваем с нашими клиентами про кассы. Мы даем технологическое решение, которое позволяет предпринимателю в содружестве с его партнерами-поставщиками с той же полки, которая у него есть там с хлебом, с сигаретами, с пивом, получить на 30% больше выручки. Я сейчас не буду рассказывать как, но мы разговариваем про то, как получить больше выручки. И даем готовое решение. У нас вообще нет разговора про кассы. Ну, то есть, да, касса есть как технологическое решение, помогающее это сделать. Но в предложении не существует кассы как таковой. Это все про предложение, которое рождает спрос. Дальше хотелось бы рассказать про качели. Все в детстве качались на качелях. Были такие качели, сейчас их нет, они опасные, которые раскручиваются вот как колесо. Крутые качели, но сейчас их почему-то не ставят. Качели, вот в том понимании, в котором я их вижу, они должны раскручиваться вот на 360 градусов. Это такой вечный двигатель, который позволяет продавать, 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 получать выручку. Качели продаж используются уже давно. Это факс, если кто забыл, в Европе еще используют. Хьюлит Паккард, потому что Хьюлит Паккард, а не потому что реклама. Просто нашлась хорошая картинка. Суть факса в чем? Один он нахрен никому не нужен. Вот он есть, стоит, он может принять что-то, кому-то передать, но если он один, то вот как бы он не нужен. Поэтому проблема продаж такого рода решений, это проблема, как же сделать так, чтобы у вас купили сразу два. А лучше 4, 8, 18 или еще какое-то большое число. Та же самая история касается, это архив одной из екатеринбургских торговых сетей за месяц бумаги. И эта тема касается электронного документа оборота. Ну то есть, чтобы я избавился вот от этой хрени у себя в офисе, мне надо, чтобы мои контрагенты тоже использовали электронный документ оборот, причем желательно тот же самый, что и я. Вот, а у меня таких поставщиков 400. Странная история, как же их заставить? Ну, сотовые телефоны, да, понятно, сто лет назад или там чуть больше появился первый сотовый телефон, и их тоже появилось два. И тоже задача раскачать рынок таким образом, чтобы его начали использовать массово. Очень большое количество людей используют одно и то же решение для какой-то своей проблемы. Суть, ой, а нет, кстати говоря, это тоже из этой презентации, это не случайная картинка. Клубы тоже решают эту проблему. Как же сделать так, чтобы в клубе было много девочек, чтобы туда пришли платежеспособные мальчики. Ну и наоборот. Суть качелей заключается в том, что их можно раскачивать в разные стороны. Предположим, у нас есть какая-то цель в той части сцены, у нас есть снаряд, который мы пытаемся туда толкать. Проблема заключается, что пока мы его досюда дотолкали, силы кончились, здоровье кончилось, но мы 180 градусов не сделали и поэтому снаряд полетит назад. Ну то есть мы с клиентом договорились, договорились, все сейчас будет круто, все будет замечательно. Он такой да-да-да и… Не, снова не хочу. Суть качелей заключается в том, что нужно зачастую, как это ни странно, раскачивать клиента или рынок в противоположную сторону для того, чтобы получить обратный эффект, для того, чтобы получился результат, ну такой вот накопленной кинетической энергии, которая переходит в потенциальную, когда маятник раскручивается. И для того, чтобы… 10 минут, да? Окей. Для того, чтобы понять, как это работает на практике, расскажу пример из своей прошлой жизни, когда мы как раз запускали проект электронного документа оборота. Это было весело. Значит, есть регион, в нем есть там, предположим, 5 розничных сетей и там полторы тысячи поставщиков. И нужно сделать так, чтобы все они начали взаимодействовать электронно. Понятно, как и в продажах любого продукта, нужно найти первого последователя. Это самое сложное. Человека, который зажжется идеей. Мы сегодня здесь про идею говорим. Дальше включается определенного рода челночная дипломатия. Очень важно понимать рынок, на котором ты работаешь. На рынке розничной торговли все взаимосвязано, все друг друга знают. И поэтому важно понять, а вот этот человек с идеей, а на кого он сильнее может повлиять. Куда он качнет этот мячик вашей цели? Куда он может вас подтолкнуть? Мы понимаем это, изучаем своего клиента, его окружение. Он нас подталкивает к какому-то решению. Тот клиент находит еще какую-то мотивацию для себя. Находится еще какое-то окружение вокруг него. И это приводит к тому, что вот эта вот куча бумаги начинает уменьшаться. Уменьшаться и сокращает затраты на такую вещь, как бухгалтерия. Сокращается так примерно на миллион рублей в месяц. Фонд оплаты труда сокращается. Хороший результат. И торговая сеть уже понимает, подождите, как бы миллион рублей в месяц. Это же 12 миллионов рублей в год. Нормальная экономия. Погнали ногами заталкивать всех туда. И у нас в результате вот этот маятник, он начинает крутиться как колесо. 360 градусов. Уже без вашего участия. Но на начальном этапе вы сделали уколы в какие-то очень правильные места, которые позволили вам добиться этого результата. Важным этапом раскрутки любых качелей является определенное действие, которое называется челночная дипломатия. На самом деле челночная дипломатия – это не то, про что думает 90% Российской Федерации. Это не люди с клетчатыми сумками. Челночная дипломатия – это есть анекдот такой про дочь Рокфеллера. Если хотите, я вам после мероприятия расскажу. Надеюсь, все его знают на самом деле. Очень смешной. Суть челночной дипломатии заключается в том, чтобы формировать определенные многоходовочки. Понимать, как думают люди, как они мыслят, с кем они взаимодействуют, кому они прислушиваются, как эти связи можно использовать. Не знаю, там человек собирается посетить одно бизнес-мероприятие, нам нужно обязательно побывать на этом бизнес-мероприятии, подсесть к нему поближе или этот человек выступает на сцене, мы зададим ему вопрос, засветимся, вопрос будет острый. Короче, какая-то такая история, которую можно было бы назвать многоходовочкой. Но для демонстрации я расскажу одну личную историю. Она про Крым. Полуостров Крым. Все знаете, да? Крым наш. История никак не связана с тем, что Крым наш. Просто так совпало. Мы заходим на территорию Крыма, нам нужен этот регион, там много розницы, и нам нужен там партнер. У нас есть воронка продаж по партнерам. Вот есть один партнер, который вот прям, ну то, что нам нужно, но вот он какой-то медленный. Там тепло, там некуда спешить. На юге в основном люди помедленнее, чем на Урале или где-то в Сибири. И вот он медленный, он то болеет, то еще что-то все вот не может подписать договор, начать работать. И так получается, что на прошлой неделе я ему совершаю звонок. Это реально было на прошлой неделе. И говорю, дорогой товарищ, как там у тебя дела? Он говорит, слушай, болел на прошлой неделе, не успел. Вот, все плохо. Я говорю, ну окей, короче, когда тебе перезвонить? Он говорит, в четверг. Я говорю, хорошо. Кстати, говорю, в субботу приезжали твои коллеги из Крыма. Крупный дистрибьютор, с которым мы начинаем проект как раз вот по управлению полками в маленьких розничных магазинах в Крыму. 4 тысячи магазинов у них клиентов. Я говорю, вот мы там собираемся в течение недели-двух к ним выехать для обучения команд торговых представителей. Говорю, ну ты думай до четверга. Он такой, так, так, я, да, я, если раньше успею, я обязательно перезвоню. Суть многоходовки, суть вот челночной дипломатии, это многоходовки, но важно помнить, что это реально очень сложно собрать много кусочков пазла воедино. Я не знаю, наверное, у каждого есть такой друг, супермен в продажах, который говорит, вот была такая тема, я, короче, договорился с этим, потом поговорил вот с тем, потом где-то там организовал какую-то встречу, потом вот подстроил вот так, и в результате прям все круто сложилось. Я супермен. Красный плащ, трусы поверх гольфов, ну, в общем, все круто. На самом деле такие продавцы выглядят зачастую, как вот рыбаки, знаете, которые про улов рассказывают. Такая рыба, просто бомба. Проблема челночной дипломатии многоходовок заключается в том, что зачастую для того, чтобы они получались, нужно уметь очень круто считать вперед. Это умеют делать люди, которые играют в шахматы и в преферанс. Круто играют, таких немного. Большая часть, я к таким же отношусь, не очень хорошо играю в преферанс и шахматы, как бы меня папа не учил. Я понимаю, что в каких-то ситуациях я могу подстроиться под ситуацию и использовать эти события так, как мне нужно, как в истории с Крымом, да, когда в общем и целом я ничего не подстраивал. Действительно приезжал дистрибьютор, он не к нам приезжал, он просто приезжал в Екатеринбург. Мы просто повстречались на одном банкете, посидели рядом, но конечный результат, который получился, он привел к тому результату, который мне было нужно. Но я не всю многоходовку выстраивал, выстраивал, по сути, ну вот последнюю милю. Но так или иначе, многоходовки работают и позволяют в случае продаж корпоративных организовать процесс так, чтобы клиент пришел и сам купил, если ему это будет нужно. Подводя короткий итог всей презентации, хочется резюмировать следующее. Есть куча классных технологий продаж. Smart, Spin, там куча еще каких-то аббревиатур. Они все про достижение результата. И, безусловно, единственный показатель, по которому можно оценивать продавца, это результат. Циферка на табло. Сколько денег в кассе. Есть чудесная фраза от одного киногероя. Всегда закрывай сделки. Это про продавцов. Но продажу можно сделать разной. Она может выглядеть как давление, а может выглядеть так, как будто ты сидишь и к тебе приходят клиенты. Собственно говоря, желаю вам как можно больше именно таких красивых продаж, чтобы все получалось. У меня все. Я готов ответить на вопросы. Антон, большое спасибо. В приложении, к сожалению, вопросов пока мало. Он только один, но я его задам. Там аудитория интересуется, как коврики. Как что? Коврики. Коврик отлично. Полтора года, полет нормальный. Кстати, производят парни из Ростова. Я вообще не знаю, как они это сделали, но это круто. Здорово. Спасибо вам большое. Давайте поаплодируем. Спасибо. Спасибо.